В первом городе Сан-Паулу, штат Сан-Паулу, Бразилия, очень опытный боец, на его счету выступление в UFC. Итак, Вискардио Андраде, 19 побед, 7 поражений, его послушной список, карьеру начал в мае 2006 года, то есть уже почти 13 лет в профессионалах выступает этот бразилец. Начинал карьеру, естественно, у себя на родине, первые поединки проводил там, чередовал победы с поражениями. Ну а карьера в UFC началась у Вискардио Андраде в августе 2012 года. В UFC он провел 4 боя. В трех, кстати говоря, одержал победу и всего лишь одно поражение у Вискардио Андраде. Побеждал, кстати, российского бойца Гасану Малатова в ноябре 2015 года Вискардио Андраде. В красный угол октагона встречает и бойца из России, город Ростов-на-Дону, Сергей Мартынов! Ну а сейчас выход Сергея Мартынова, представителя Ростова-на-Дону по прозвищу Мясник. Метер 83, рост бойца, ему 26 лет. Вот он на вашей экране Сергей Мартынов. Далеко не первый раз он выступает на турнирах Russian Cage Fighting Championship. И это очень яркий боец, ярко выраженный нокаутер, даже так бы я сказал. 11 побед при всего лишь двух поражениях. Из 11 побед, 9 побед техническим нокаутом, дважды выигрывал по очкам. Два поражения, оба по очкам. Карьеру профессионала Сергей Мартынов начал в декабре 2013 года на турнире Pro-AFC Special One. Тогда он победил Евгения Евженко техническим нокаутом в первом раунде. Следующие два боя также он проводил в Ростове-на-Дону на турнирах Pro-AFC. Побеждал Магомеда Абдурахимова, Мурата Куромагомедова. Участник турнира Fight Nights победа над Ибрамом Хапировым. На турнире ACB 20 проиграл никому-нибудь очень серьезному парню, Устар Магомеду Гаджидаудову. Затем опять на турнире Pro-AFC 58 победа. Ну и вот на турнире ACB 62 повезло, ну как повезло, был успешен Сергей Мартынов техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Деньяра Абдибаева. На турнирах RCC провел 4 поединка, Сергей Мартынов все 4 выиграл. Свой предыдущий бой провел в октябре и как раз таки победил Олег Иванович. Даня Коснадо, приветствуйте участников боя. В синем углу боец из Бразилии, город Сан-Паулу. Ему 29 лет. Рост 186 сантиметров, вес 84 килограмма 400 граммов. Профессиональный рекорд 26 боев. 19 побед, 7 поражений. Бойцовский клуб Сити Вискорди. Вискорди Андраде. Его соферник в красном углу, боец из России, город Ростов-на-Дону. Ему 26 лет. Рост 187 сантиметров, вес 84 килограмма 450 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев. 11 побед, 2 поражения. 69 номер среднего веса в мире представляет бойцовский клуб Кавказ. Сергей Мартынов. Префери Вячеслав Перский. Судья, 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 главный готов. 29 лет Вискорди Андраде, 26 лет Сергею Мартынову. На 1 сантиметр Мартынов выше. Ну и дать смотреть, как Сергей себя проявит с бойцом, прошедшим в Горнило UFC. А Андраде такой боец универсальный, побеждал и приемами, и ударами. Естественно, как и любой бразилец, скорее всего, обладатель пояса по джиу-джитсу. Хорош, в общем-то, в Паттере тоже. Ну вот, взрывается бразилец. Чуть-чуть подманил Мартынову к себе. Сергей, еще раз скажу, очень хорошо действует в стойке. Такой записной ударник, я бы даже так сказал. Вот, хорошо сейчас попадает Мартынов. Вискорди в габаритах чуть-чуть проигрывает, и, по-дому, ему тяжело вести бой на равных именно с дистанции, с длинной. А Мартынов пространство перед собой контролирует неплохо. Да, сейчас попал по корпусу Сергей Мартынов. А вот и взрыв от Вискорди Андрады. Вот, видимо, будут как раз-таки спурты. Такими спуртами будет действовать бразилец, судя по его алгоритму. Подпускает к себе соперник и затем взрывается. О, опасно! Опасно сейчас было от бразильца. Причем он справа хлещет, вообще не задумываясь. Да, еще видно, что удары очень тяжелые, акцентированные. Мартынов там задерживаться не стоит, да. Или ловить правой на правую. Думаю, что он на автомате уже третий раз правую выбросил. Из 19 побед 5 побед с нокаутным техническим нокаутом в лаунд-драпсе. Но, тем не менее, мы видели, да, у него опасный удар справа. Да, свинк такой. Самое главное, он его не задумываясь сразу же. Только атака заканчивается, он его сразу же бросает без паузы. Задерживаться нельзя после первого удара. Или бить правой на правую с нырком. А тут на колено можно нарваться. А Мартынову бы здесь с дистанцией поработать мидлл-киками, кстати, было бы неплохо, мне кажется. Да, странно, почему он ногами не работает. У него... Такой хэт-хантер чувствует пока что. Рычаги. Рычаги гораздо длиннее. Поэтому их использовать было бы уместно. Вот опасно. А ногами работать умеет, кстати, Мартынов на самом деле. Но вот да, что-то он зацелился, зацелился именно на голову. Так, обозначил такой проход в ноги Андрада. Может, кстати, может, может. Удивить он Сергея. Еще раз, человек выступал в UFC. Такой больше позиционный у нас пока поединок. На дистанции в стойке. С одной стороны, Мартынов прочитал его, потому что бразилец сделает, в общем-то, одно и то же. Вот это вот браловое. Это одно и то же, но это одно и то же проходит периодически. Да. Вот он его прочитал, но пока не может найти ключ, каким образом нейтрализовать вот этот правый боковой. На отходе ногой боковой вот согнуться вправо, и ногой по корпусу, по печени ударить, когда он тянется справа к голове. Ну да. Либо здесь как бы воткнуть удару между, так сказать, в паузе между атакой, контратакой бразильца. То есть, понимаете, он низко держит правую боку. Да, просто даже перекрыться, зная, что он точно будет бить справа, перекрыться, принять на себя и самому сразу же контратаковать. Даже коленом тут получится ближняя дистанция. Прямо спровоцируйте его на эту контратаку и встретите. Вот, надо остановиться просто и ударить навстречу. Сечка, по-моему, сечка или бланш уже у Мартынова после удара пропущенного. Причем от удара слева, возможно, да? Потому что справа. Да, да, да. Ждем второй раунд, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Готов? Are you ready? Второй раунд! Бой! Итак, второй раунд. Сергей Партынов против Вискар Террандрада. Бой в рамках среднего веса. Россия-Бразилия. И мы в углу слышали, что тренера предлагают российскому боксеру все-таки руками раз-два-три бить. О ногах вообще речи не идет. Прошел милл-кик в корпус у Мартынова. Первый, по-моему, за поединок его исполнения. Прошел милл-кик в раунд. Продолжает подшел. Опа, опасно сейчас было. Первый там удар прошел у бразильца. А второго успел убрать в голову Сергей. Нужна активность. Мартынов пока ничего еще не сделал, кроме одного милл-кика. А бразильец уже успел. Он как кошка лапая. И он подустал. Поэтому попытался сейчас в ноги пройти. Потому что, видимо, чувствует, что он уже в эту своевременность теряет. Но Сергею пора включаться. Пора включаться. По крайней мере, во второй половине раунда точно. Опять пропускает вот этот ненужный оплеуху практически. Коллега, ты заметил, что Мартынов почти не использует сайдстеп? Сайдстеп использует, когда противник на тебя идет, а он встречает. Как думаешь, сайдстеп, шаг в сторону. То есть противник должен мимо пробежать. О, это нокаут. Все. Вот так вот. Да. Бразильец выигрывает поединок. Это очень тяжелый нокаут. Лучшая защита – это нападение. А наш боксер вроде бы и поддавливал. Абсолютно не был готов именно к размену. Ну что ж, Вискарди Андрады доказывает свою квалификацию. Доказывает, что не зря он выступал в UFC. У него был шанс. Он им воспользовался. Нокаутировал Сергея Мартынова. Наши поздравления бразильцу. Огромнейшее уважение Сергею Мартынову. И мы, смотрите, выносят носилки. Мы желаем Сергею скорейшего восстановления, потому что в очень тяжелом нокауте Мартынов находится. И сейчас даже важно, чтобы он просто пришел в себя. Ну вот, посмотрите, Сергей и здесь попытался защититься тем, что откинуть голову назад. То есть рука левая опущена. То есть вообще непонятно, с чем связана такая защита. Это чисто брак в подготовке, мне кажется. Вот доволен, естественно. Но так очень издержанно радуется бразилец, понимая, в каком положении сейчас находится его соперник. Но бразилец был заряжен. И, в общем-то, он свою работу сделал. Он, в принципе, да, вот этот удар справа, он его телеграфировал, начиная с первого раунда. Он был прочитан уже всеми, и поэтому, тем более, не должно было этого случиться. Ну вот как раз то, что не держал руку у головы Сергей, хотя ему посоветовали, в общем-то. Я думаю, это сыграло тоже роль. Не, ну сейчас самое главное, чтобы Сергей просто пришел в себя. Да, конечно. Чтобы он в тяжелом нокауте, тяжелейшем. Алексей Олейник нам показывает всем известного российского бойца, российско-украинского. Ну вот пришел в себя, наконец-то, Сергей Мартынов. Это уже хорошо. Это уже хорошо, на самом деле. Выдохнулся в облегчении Мандрада. Посадили Мартынову на табуретку. Все ближе и ближе у нас главное событие. Уважаемые дамы и господа. Слушай. На первой минуте 35-й секунды второго раунда победу нокаутом одерживает Вискарди Андраде.